Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна. И именно из этого видео вы узнаете действительно хороший способ выделения семян в домашних условиях с целью получения высококачественного, схожего материала, который может вас порадовать дружными всходами рассады на протяжении нескольких лет. Когда мы принимаем решение, что необходимо выделить семена, чтобы продлить этот сорт у себя на участке в теплице, то необходимо понимать, что есть понятие сорта и есть понятие гибрида. Если вы изначально покупали сорт, то здесь проблем никаких не будет. Наследование признаков и передача специфических генетических характеристик будет происходить без изменений. Если вы будете выделять семена из гибридов, то, как правило, последующее поколение, высаженное из этих семян, они будут уступать по всем характеристикам своим первоначальным, родительским, в кавычках, растениям. Поскольку гибриды у нас создаются путем скрещивания материнского и отцовского растения и последующими технологическими отборами. Как правило, самые первые томаты, сформированные растением, они будут давать максимально жизнеспособные, максимально хорошие, крупные семена. Но так уже заложено природой. Если все-таки вы употребили первые томаты с куста, распробовали новый сорт и решили выделять из него семена, то тогда отчаиваться не стоит, надо просто подобрать те томаты, те плоды, которые ближе всего находятся к стеблю. И собирать семена именно из этих плодов. В нашем случае мы будем выделять семена из сорта сахарная голова. Семена были куплены мной этой весной в качестве пробного сорта. Они сформировали достаточно удачные плоды, все характеристики соответствовали тем, которые были заявлены производителем. Мы специально оставили первый плод томата, довели его практически до середины августа. Он у нас максимально вызрел, даже перезрел. Пошли здесь некоторые другие процессы, но на качество семян это не повлияет. Мы сорвали этот первый плод и сейчас будем непосредственно из него выделять семена. Конечно, для того, чтобы выделить семена, можно разрезать плоды как вдоль, так и воперек. Но лучше делать это воперек. Все профессиональные производители семян делают это поперечным разрезанием плодов, поскольку очень хорошо просматриваются те семенные секции, которые находятся в плоде. И из них достаточно комфортно выделяются семена с той мякотью, в которой они находятся. Семена томатов, если смотреть их под микроскопом, то они будут в такой колючей оболочке. Для чего им эти шипики? Для того, чтобы хорошо удерживаться в этой мякоти, которая находится в самих плодах. После того, как мы достали семена в какую-либо емкость, в нашем случае это небольшого объема баночка, необходимо эти семена разбавить водой в соотношении один к одному. То есть воды должно быть небольшое количество. И поставить эту баночку на сбраживание буквально на 2-3 дня. Для чего нам сбраживать семена? По одной простой причине. Семена окружают капсулу, в которой находится кислород. И для того, чтобы семена из этой капсулы вышли, необходимо этот кислород оттуда удалить. Именно в результате процессов сбраживания, брожения, происходит удаление кислорода из этих капсул. И семена аккуратно освобождаются от мякоти и выходят из этих оболочек. Можно не сбраживать семена, но после того, как вы выделили их из томатов и промыли их несколько раз, то механическими нажатиями в виде надавливания необходимо повредить эти кислородные капсулы для лучшего выхода семян из них. Оставляем на сбраживание, закрывать не обязательно, оставляем на сбраживание на 2-3 дня. Выделенные семена мы ставим на сбраживание, а у нас уже подготовлены семена этого же сорта, которые находились в данном процессе на протяжении 2 дней. Как видите, в процессе брожения у нас отделились семена, они находятся внизу, лежат на дне. Также у нас слой воды и с самого верху лежит органическое вещество из плода томата, также с семенами. Что мы делаем дальше? Мы промываем несколько раз наши сбродившие семена, помещаем их в нашем случае, я предлагаю поместить их вот в такой марлевый отрез. И можно затем к этим семенам прикрепить табличку, на которой мы напишем название нашего сорта и дату выделения этих семян из плодов. И отправить семена на сушку и на дальнейшее хранение до февраля-марта месяца. Пользуясь таким методом выделения семян, я не сомневаюсь, что вы добьетесь максимальной схожести ваших будущих растений. Всего вам доброго! Оставайтесь на канале Процветок, ставьте лайки. До новых встреч! Спасибо, Максим! А про сухие семена ты говорила? Кто-то про право сверху не вижу. Нет, не говорила. Спасибо. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok